Сегодняшний день для нас знаменательный. Мы на самом деле давно планировали, мечтали, можно сказать, о том, что сделаем такую акцию посадки деревьев, причем чтобы это было корпоративное мероприятие. Вот оно сейчас происходит. Сказано, сделано. И вот сегодня более 70 сотрудников группы компании «Стим» сменили деловые костюмы и форменную одежду на яркие жилетки и вышли не в офисы цеха, а на лесную делянку малоритского лесхоза. В прошлом году здесь прошел ураган разрушительной силы, который поломал деревья и словно домино положил могучий сосновый лес. Все, что мы взяли у природы, мы должны вернуть с запасом, для того, чтобы нашим детям, нашим внукам, нашим правам, которым жить на этой земле, досталась благоприятная, благородная, чистая, белорусская, красивая земля. Мы находимся на территории Великолитского лесничества, квартал 369. Вот, значит, год назад на этом месте прошел ураган. Было повреждено где-то порядка 50 гектаров площадей именно в данном квартале, в данном месте. Вот, это поврежденная деревьев вся была убрана. Вот. И данный участок подготовлен для создания лесных культур. Вооружившись нехитрыми приспособлениями дружная команда стимовцев, ряд за рядом восстанавливала лесной массив. Задача максимум – высадить порядка 12 тысяч молодых деревьев. Ну а сам процесс достаточно прост. Задача саженцы сосны. Для начала необходимо пробить ямочку, которую помещаем в саженец в лунку и прижимаем землю. Дальше надо притоптать, чтобы корни максимально плотно были земли. Помимо сосны обыкновенной на этой делянке будет расти береза. Вот в таком пучке примерно 200 штук. Чтобы их посадить понадобится около часа. С момента посадки до достижения возраста спелости березы, а это возраст, после которого может производиться сплошная рубка, пройдет 61 год. Для сосны этот период составит 82 года. Однако пройдет совсем немного времени и в этом молодом смешанном лесу будет приятно прогуляться и даже собрать его дары. Поддерживаю традицию посадки леса, так как каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына, ну и посадить не одно дерево. И будем в будущем вот этот зигзообразный лесок приезжать. Зачем? За маслятами. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.